Стоп-Пирамида – специальный проект Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров и канала Финверсия ТВ. В центре внимания проекта – недобросовестные практики или обман на рынке финансовых услуг. Проект не берет на себя право однозначно заявить, что тот или иной участник финансового рынка является мошенником. Наша задача – обратить ваше внимание на признаки недобросовестности или прямые нарушения требований законодательства и регулирования в соответствии с критериями Банка России. Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на Стоп-Пирамиду – проект по повышению личной финансовой безопасности. Сегодня с вами я, Софи Олина Марата, управляющая Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. Этим летом я с съемочной группой программы «Манифани» телеканала «Москва-24» под видом частных инвесторов посетил «Финнико». Ссылку смотри в описании. Сегодня в «Финнико» тысячи умных россиян отдают деньги для сказочного обогащения. Что же такое «Финнико»? Инвестиционный проект с легендой трейдинга, с несколькими видами активов. План базовой доходности инвестора от 1% капитала в рабочий день. Кроме инвестиций, самые забойные – это программа «Погаси кредит за 35%» и «Купи машину, квартиру за 35% стоимости». Так ли это на самом деле? Подробности читаем на сайте Стоп-Пирамида. У нас 6 вопросов к проекту «Финнико». До получения ответов рекомендуем не дружить финансами с этим проектом. На сайте и в роликах говорится о том, что 10 команд супертрейдеров ежедневно ведут торги с 10 видами активов. Нефтяные контракты, криптовалюты, валютные пары и другие. Каждый рабочий день план трейдера – 5% роста портфеля. Не всегда цель достигается, но уж 1% в день заплатить инвесторам – это легко. Логика простая и понятная. Это каких-то 360 до 1800% годовой доходности. Доходность выше рыночного уровня – первый признак недобросовести по критериям Банка России. Гарантирование доходности запрещено на рынке ценных бумаг. И это второй признак недобросовестности по критериям Банка России. Что значит получать каждый день в среднем 3% прибыли? Арифметика очень простая. Если вы продали квартиру за 100 тысяч долларов, отдали эти деньги таким чудо-трейдерам, то при условии ежедневной капитализации, полученной прибыли, через год у вас было бы 120 миллионов долларов. А через 2 – 190 миллиардов долларов. А если бы квартира стоила 200 тысяч? Официально инвестиции от Финника называются инвестиции в индекс STI. Минимальный размер инвестиций или стоимость одного STI – с 3000 долларов США, точнее 3000 цифронов. А что такое цифрон? Это внутренняя единица системы Финника. Один цифрон равняется 1 доллар США. Надо сразу отметить, что почти все перечисления инвестор должен делать в биткоинах. Для этого сначала надо приобрести соответствующую сумму в криптовалюте и перечислить ее на кошелек, который вам укажут. Каким образом этот кошелек связан с Финника – неизвестно. В случае перевода биткоинов на неизвестный вам адрес, возможность предъявления судебных претензий – проблематично. По нашему мнению, отсутствие прозрачности в деятельности компании – это третий признак недобросовестности по критериям Банка России. Сильная сторона маркетинга авантюристов из Финника – это широкий ассортимент продуктов. Кроме инвестиций, самое интересное – это программа «Купи машину и квартиру за 35% ее стоимости» или «Погаси кредит за 35%». Как погасить кредит? Отдаете деньги Финника, трейдеры на них зарабатывают вам супердоходы, Финника делится с заемщиком, причем деньги передает в соответствии с графиком платежей в количестве, которые позволяют погасить долг в течение 10 месяцев. По типологии финансовых пирамид по критериям Банка России – раздолжнитель. Ссылка на типологию в описании. Третья популярная программа – «Покупка автомобиля квартиры за 35% стоимости» за 120 дней. В этом случае реализация финансовых планов уже не за 10, а за 4 месяца. Значит, доходность инвестора оказывается в 2 с лишним раза выше. По типологии финансовых пирамид, по критериям Банка России – это обыкновенная товарная пирамида. Ссылка на типологию опять же в описании. Герои в ролике Финника – семейная пара, которая приобрела в этой программе автомобиль стоимостью более 2 миллионов рублей. Из ролика ясно, что заплатили они 700 тысяч рублей. Но, получая машину в автосалоне, счастливый владелец сообщил, что и 700 тысяч он не платил. Просто взял кредит в банке. Использовал программу Финника по погашению взайма за 35%. Получается, что за автомобиль новый владелец заплатил всего 175 тысяч рублей. А если владелец авто на этом не остановился бы? Взял бы еще один кредит на сумму 175 тысяч рублей, опять воспользовался программой погашения взаймов от Финника. Тогда общие затраты на новый внедорожник составили бы чуть больше 60 тысяч рублей. Еще чуть больше активности – примерно 5 таких попыток. И новое авто обошлось бы почти даром. Это сказочное предложение «Автомобильная пирамида 90-х годов Властелина отдыхает». Ссылка на пирамиду Властелина в описании под этим видео. Что же такое Финника в природе? Информация о создании компании Финника не совпадает на разных ресурсах. Мы встречали указания на 2017, 2018, 2019 годы. Вероятно, 2019 соответствует действительности. Поскольку поисковые запросы в интернете Финника впервые встречаются осенью 2019 года. Скрывает свой реальный возраст – признак недобросовести по критериям Банка России. Вопрос юридической регистрации Финника на сайтах обходится стороной. В других случаях мы видели упоминание базового предприятия «Цифрон Кэпитал», зарегистрированного в Эстонии в октябре 2019 года. На одном из сайтов висит копия страницы регистрационного сайта Эстонской Республики, где указано, что компания имеет временное разрешение заниматься услугами по обмену криптовалют и услугами по их хранению. Эстонская лицензия, правда, не дает права привлекать денежные средства граждан в России. Однако, на том же эстонском сайте появилась красная надпись, что оба этих разрешения приостановлены. В настоящее время вложения в криптоактивы могут быть опасны. Ссылка «Почему опасна?» находится в описании под этим видео. На одном из сайтов в качестве юридического лица компании «Финника» упоминается ИП «Зигмунтович Зигмунд Ришардович». Предприятие было создано в Татарстане в начале прошлого года. Остановить деятельности розничные продажи компьютеров и комплектующих. Среди 41 вида дополнительных видов деятельности только один имеет отношение к финансам. Предоставление прочих финансовых услуг. Чтобы предоставить финансовые услуги населению, ИП должно иметь разрешение Банка России. Разрешения нет. Осуществление деятельности на финрынке без соответствующей лицензии или включение в специальный реестр запрещено законом. В итоге, ясного ответа, что такое «Финника» нет. Юридически оно не существует. С «Финника» финансово дружить не рекомендуем. Обходите стороной «Финника» количество признаков недобросовеста по критериям Банка России 5. Ваши права нарушены? Вас обманули? Вы видите признаки мошенничества? Вы можете обратиться в Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. Специальный проект «Стоп-пирамида». Ссылки в описании под видео. Ссылки в описании под видео.